Добрый день, интернет-магазин Бильярд Мак, меня зовут Богдан и снимаем обзоры Бильярда Киев. Продолжаем. Сегодня у нас Киев Батченко 7х6 черный граб. Хорошая модель, немного сейчас изменилась наборка, это уже немножко другое количество запилов. Раньше это было в стандартной классификации 8х5, на сегодняшний день это 7х6. То есть 6 запилов черных мы говорим, ну наборку мы классифицируем по темным контрастным запилам. То есть черных запилов вверху у нас 6, внизу 7. Хорошая палка средней линейки. Выглядит, давайте посмотрим на внешний вид, что говорить. Значит здесь у нас также как и в верхней линейке установлена скрутка со скрытой резьбой. Скрутка, нельзя назвать вакуумной, так как вакуумные скрутки это немножко другая история. Это скрутки, на которых используется плотная скользящая посадка. Здесь немножко иначе это сделано. Но, тем не менее, скрутка качественная, хорошо выхаживает, надежная и эстетически выглядит очень неплохо. То есть скрытые скрутки, ну лично мне нравится больше, они выглядят достаточно красиво. Нержавейка в латунь по материалам. И давайте по внешнему виду. Рассмотрим шафт KIA. Давайте немножко удалю. Шафт KIA. Это у нас выглядит вот таким образом. Вот грабовая часть KIA. Значит, наклейка установлена Triangel. Диаметр плюс-минус на KIA идет порядка 12,5-12,7. миллиметров, 12,8. То есть вот в этих пределах колеблется диаметр наклейки. Наклейка средней жесткости, ближе, наверное, даже к твердой. Сфера на наклейке от производителя приходит вот в таком виде. То есть она наведена очень приблизительно. То есть сферу нужно доводить, корректировать для большей эффективности, для лучшего сцепления шаром. Если вам нужно подкорректировать сферу, пожалуйста, просите, мы это сделаем без проблем. Это не стоит ничего, это как бы бесплатно. Если вам нужно, ну, сферу, конечно, желательно подводить постоянно, поэтому задавайте вопрос, менеджер вам подскажет, каким инструментом это лучше делать. Здесь установлен под наклейкой стакан или фируле, как его иначе называют. Также называют этот стакан втулкой. Разные интерпретации. Но это пластиковое окончание торца, на которое ставится наклейка. Иногда такие бывают на фибрах. Стандартная линейка баченка идет вся на вот таких стаканах. Если вам нужна фибра, то, пожалуйста, обращайтесь. Можно установить фибру. Ну, это кий, когда делается в момент, ну, на этапе производства, можно заказать и будет установлена фибра. Это ничего не стоит, это бесплатно. Ну, такие вот изменения. И, кстати, о изменениях и о параметрах сразу. Ну, давайте я буду прокручивать кий и показывать вам, буду прокручивать кий, показывать и говорить о параметрах. Значит, все параметры бильярдного кия можно менять. Такие как вес, длина, диаметр наклейки. Может, у вас какие-то геометрические предпочтения. То есть, вам нужно сделать кий толще, тоньше, установить базово другую наклейку. Такие работы бесплатные. То есть, если вам нужно сделать кий, то, пожалуйста, вы можете его заказать. И его сделают вам под заказ. Без проблем. Мы это все сделаем. Не вопрос. И такие изменения, они не отражаются на стоимости кия. По наклейке тоже. Наклейку на кия мы можем заменить. Это, ну, как бы, ничего не стоит. Единственное, вы должны оплатить стоимость наклейки. Здесь внизу турняка, перейдем снова к кию, внизу турняка у нас логотип производителя. Эбонитовая вот такая вставка. Она сливается из-за того, что это черный граб, но переход не виден. Окончание металлическое. Бампер, так называемый металлический. Хорошо себя зарекомендовал. Очень хорошо выхаживает. Такое уязвимое место на кие. И вот железный бампер защищает просто класс. И что хорошо, что... Ну и плюс резиновый амортизатор здесь установлен из плотной резины. Если даже у вас разрушается резина, резина изнашивается, и вы вовремя не заменили резинку, то этот бампер не позволит разбиться вот этой нижней части, потому что разрушение нижней части приводит к плачевным последствиям, так как внизу кия здесь у нас установлен груз внутри. И из-за этого может зазвенеть груз, как говорится. То есть это имеется ввиду груз отклеится и, ну скажем так, разболтается. То есть это такая вот поломка может возникнуть. Вот таким вот образом этот кие выглядит. Хорошая модель, как всякие баченка. Этот кие 100% соответствует своей цене. То есть сочетание цена-качество прекрасное. Вот так он выглядит по двум частям. Я снимаю ближе, общий план не беру. По общему плану вы можете посмотреть на фото. Я просто в близком таком режиме показать элементы кия. Ну и вот боковая часть запила выглядит вот таким образом. на этом все. Это в бильярдном кие. Все дополнительные вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. Будем рады общению. Если у вас есть предложения, пожелания, всегда готовы к диалогу. На этом все. Это был бильярдный кие 7 на 6. Черный граб. Мастерской Батченко. Спасибо вам за внимание. Интернет-магазин бильярдмаг.ком. Меня зовут Богдан. Всего доброго. До свидания.